Знаете, что у кубачинских мастеров есть такое средство, которое называется «казаб». При помощи этого казаба быстро можно отличать золото от поделки. Поэзия – это более тяжело. Твардовский так объяснил это. Стихотворение становится поэзией, когда начинает интересовать те люди, которые никогда не интересовались стихотворением поэзии. Многие читатели от поэтов отличаются от тем, что они просто не пишут стихи более важными делами заняты. А прочувствуют поэзию, они могут… Многие поэты не понимают то, что даже читатели понимают. Поэтому читательские мнения для поэтов у многих бывают в школе, целая школа. Общение – это великое дело, которое дано поэту – общение с читателем. Ну, как говорится, поэт не должен по читателю работать, он не канатаходец и не фикер, чтобы налево и направо поклоняться. Он не должен уливаться кому-то, понравиться. Он должен быть уверен таланту, своему чувству, своим мыслям. На сабле «Шамиля» было написано «Тот не хорабрец, кто о последствиях думает». Поэт написано, что тоже должен быть надпись «Разрешил писать? Не думай о последствиях». Какое бы время ни было, какой бы эпохи ни жил, поэт, который доволен собой, он не поэт. Поэт тогда, когда он стремится сегодняшний, завтрашний день делать лучше, чем сегодняшний. И который болью отзывается в своем сердце то, что чувствуют другие, которые кругом живущие. И поэзия, тогда поэзия, когда она на стороне слабых. Это не поэзия, не праздная штука. Поэзия нужна, как стон больному. Долголетие, недолгими годами, объясняет горцам. Если у тебя друзей нету, если у тебя товарищей нет, если тебя никто не навещает, ты никого не навещаешь, пусть ты сто и двести лет живешь, значит, ты еще не родился. Днем рождения горцы считают, когда он полезнее делал другим делом. Я с гор пришел, горы мне дороги, родина без нее, остального мира меня нет. Я был корреспондентом этих гор во всем мире, так же, как корреспондентом мира на своих горах. В горах мое сердце. Я пришел из гор, ездил по всей планете, но не забывал свой очаг, свое колебельное начало своей жизни, свои поэзии. Сейчас не аул на повестке дня, не Дагестан, повестка дня планета. По планете должна пройти наша правда, наша поэзия. Потому что мы живем не обобщенно сейчас, не в каменных мешках, не в ущельях. А сейчас мы живем, когда взаимосвязи и взаимопомощи разных людей, они оказывают влияние. Поэзия имеет границы, которые уступать никому не позволяют. Граница правды, граница внешности, граница любви, граница совести. Другие книги я могу означать по периодам. Эти книги я написал в 1940 году, это в 1950-е, это в 1960-е. Книга любви о новой нельзя сказать, она не имеет ни начала, ни конца, так же как любовь. Эти книги вошли и старые, и новые, потому что любовь нельзя по периодизации делать, как другим книгам. У нее нет ни голубой период, ни сынный период, как у художника. А я написал о любви и продолжаю писать, пока я влюблен. И если меня любовь покинет, и меня поэзия покинет, потому что каждое стихотворение это любовь. Так пишу, что последний раз влюбляюсь и как будто первый раз пишу. Это суди меня по кодексу любви. Я хотел сказать, что все люди друг друга судили по кодексу любви. Это лучший кодекс, я считаю, по законам. Я тоже хочу судить людей по кодексу любви, только и тогда будет справедливый суд. И если меня будет судить, то тоже хорошо. Я считаю и сегодня любовь тема гражданственной. А вчера это тем более было гражданское. Вот так и станцию. Еще 100-150 лет тому назад трудно найти стихи о любви. Это объясняется многим, что письменность не было, и другие причины. Но это время объяснить любви Махмуду, Аварскому блоку. Воспеть морями это было гражданство, это мужество было. И из-за этой стихи любви он был убит врагами любви. Саида Качхурскому, в то время тяжело были любви, обвезли Лизгину. У него глаза выкололи, чтобы она женщине смотрела, ревновал хан, что он на его жену будет смотреть, когда он стихи петь пригласил. Ирчи казака Кумикка, когда он был придворным поэтом Кумикского Шамхала, но он стал там петь стихи о любви. Его выслали из Сибири тогда. А Ангел Марин, женщина, у нее больше мороженство гражданское. Она пела о любви к мужчине, и ее наиб, и ему ей сшили язык. И она кровравленным ротом пела о любви. Эти люди мужественные, тогда любовь была запрета, чадре. Но стихи были более откровенны. Сейчас любовь открыта, а стихи чадре. Поэтому сегодня, сейчас написать об этом, это огромное мужество. Конечно, это рискованно. Тысячи сплетни ходят вокруг этой любви. Тысячи злобных наветий. Но это великое дело сегодня. Гражданское дело, я считаю, о любви писать. И им тут надо. Мужество, откровенность. Я считаю, главную книгу у меня лично еще нет. И тогда я мечтаю главную книгу писать. О времени, о жизни, о родине, о планете, конечно, и о любви. И с современным сюжетом, с современными людьми, с современными взаимоотношениями, с современными противоречиями, это было бы великолепно. Я вот такую книгу поэзии мечтаю. И надеетесь, что это будет? Если бы не надеялся, я бы не мечтал. Мечтаю о том, что немного надеется. Мы все время движение в нашем веке. Спешим, торопимся, критикуем, заседаем, обсуждаем, рассуждаем, доказываем все. У нас, у могилев погибших, нет времени у нас. Любимые, люблю сказать, даже времени нет. Торопясь говорить, как бы назначаем. По телефону целуем, а конкретно не целуемся. Матери писем, не пишем, мало пишем. Больного навещать. У нас времени нет. Третий час нам не хватает. Третий час. Ну, у нас каждого человека три возраста. Детство, молодость. И потом дальше идет время раздумий, зрелости. Вот и тоже жизнь. И у пророка Магомеда, у нас, говорят, был такой час жизни каждый день, когда он с самим Богом разговаривали. Как бы он занят не был, но пророк разговаривает с Богом, советует с Богом. Нам не дано с Богом разговаривать, но у поэта должно быть, мне кажется, это такой час уединения, час раздумий, когда он становится самим собой, когда он проверяет прошлое и настоящее. Когда горец выходит на дорогу, он обязательно останавливается у родника, у могилы предков, на границе родной земли, а он не будет скачать, торопиться и пилеть, убить спину коня, ибо упадет он с коня, если он так будет. Или кон устанет, или он сам устанет. Поэтому так и поэту не надо хрестить спину коня своего Пегаса. Он должен остановиться, раздумать. Это третий час, очень необходимый час нашей жизни. Мы бегаем, а время идет, секунды идут, часы идут. Самое большое изобретение – это часы, они идут, а потом годы идут, потом жизнь идет. Оказывается, а что же я делал? Я не могу сказать, когда бы мне сказали люди, аулчане, отец, мать. Мать, наверное, сказал сразу, но люди сказали, что когда он родился с рассугом зато. Может быть, это сказали, когда я первый стихотворение написал. Может быть, это сказал, когда я первую книгу выпускал. Может быть, вообще не успели это сказать. Лично я был уверен, что я родился, когда первое стихотворение написал, потому что каждый петушок думает, что когда она кукарекет, и в начале, что его голос услышал весь мир. Сомневаться он потом становится. Начинает. Вначале я тоже думал, уверен был, что я поэт, неплохой поэт. А потом я стал сомневаться в этом, потому что чем больше он знал жизни, чем больше люди знал, тем больше чувствовал ответственность, тем и перед временем, перед прошлым, перед настоящим, перед будущим. Я так просто сомневаться стал. И до сих пор я не знаю, я родился или нет. ОПЦ – это первая поэма «Разгор с отцом». Она вызвала большие отклики, печати. Об этой поэме говорил Самед Ургу. Писал письмо мне Фадею, восторженное письмо, которое напечатано было. Какое-то поэтическое, литературное событие она в моей биографии была. Но читательские отклики так… Ну, я не ожидал, я думал, о поэме, о поэзии, отклики больше будет. Ну, мой отец, ну, народный поэт, взрослый поэт, о нем не надо было так много рассказать, мне о нем можно было только сказать. Разговор шел о поэзии только. Вообще, я придерживаю Мисс, когда поэт о поэзии много стихов пишет, это не так хорошо, когда он пишет о другом, это лучше. А моя мама – неграмотная горянка. Моя матушка, мат погибших братьев, мат моей сестры, друг моего отца с жизни. Они мне надо было… они не скажут, они надо было рассказать. Это тяжело было. Я удивлен был, как много люди печатали, откликались, о судьбе моей, как ее судьба к отму, судьбой многих женщин стал, разных национальностей, разных поколений. Сыновья, которые не оплатили долгу перед матерями, они писали. Матери поблагодарили. Комсомольский правды начал дискуссии. Конкретные предложения. Издать антологию всех стихов о матери. Сейчас эти книги издают. Построить памятник матери. Назвать улицы именами матерей. Это… И даже организовать ежегодно День матери. Это оказался социальной темой, вообще проблемой. Не поэтическими явлениями, а жизненные явлениями. Это какая-то нравственная страна нашей жизни. И главное нравственное. Отношение матери, отношение родины, отношение земли, где мы живем. Поэти… Поэти – это большое дело. Очень ответственное звание. Это не присуждает, как… Вот народные поэты присуждают почему-то. Но слово поэт не присуждает. Но это очень как-то нелегко звучит, когда сам о себе говорит, я поэт. Мы сочинители, стихотворцы. И его поэт может не каждый год быть, а стихотворец всю жизнь. Когда он что-то утверждает, что-то отрицает… Ну, когда он работает, он стихотворец. Когда он пишет, он стихотворец. А если его голос звучал, подхватил, его волнение стало волнением других. Вообще прописки поэта – это волнение. И когда он остался неотделим от других, тогда он поэт. Редактор субтитров А. Корректор А. Корректор А. Продолжение следует...